На канале ТВ Сфера время городских новостей. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. На прошлой неделе Харциск дважды пережил приступы обезвоживания. И если о плановом ремонте на Макеевской фильтровальной станции жители Харциска были своевременно оповещены и смогли сделать запас воды, то днем воскресенье ее исчезновение в кранах стало для всех неприятным сюрпризом. Сегодня на вопросы журналистов городских СМИ, в том числе и касательно отключений воды, отвечал заместитель главы администрации Харциска Виталий Смык. После проведения на прошлой неделе плановых ремонтов на фильтровальной станции, водовод Макеевского управления водопроводно-канализационного хозяйства оказался завоздушен. Из-за этого объем воды, подаваемой на Харциск, был уменьшен почти в два раза. В воскресенье на несколько часов водоснабжение в городе было приостановлено. За это время коммунальщики успели исправить ситуацию. Пришлось отключиться буквально на 4 часа в обед, потому что у нас вода приходит с Макеевки, и после двухдневного отключения у них в системе центральный воздух. Они, да, ездят, его стравливают, но это влияет на объем подачи на Харциск и на Иловайск. Здесь с тем, чтобы вечером у нас было до конца дня полноценное водоснабжение, пришлось днем остановиться и подобрать резервуары. С понедельника, со вчерашнего дня, приходит норма воды, хватает на город. Ну, если обратили внимание, да, может еще вчера до обеда подавали с небольшим пониженным давлением, даже заметно было. Со вчерашнего вечера уже пошло нормальное давление у всех, поэтому все уже резервуары наполнены, объем воды, который нам положено, нам дают. В этом году хлорирование воды планируется провести в первых числах июня. Точную дату процедуры обеззараживания системы водоснабжения руководство водоканала сообщит, в том числе и через СМИ. Как всегда, коммунальщиков и городские власти беспокоят вопрос своевременной платы за воду. В 2016 году у нас в апреле было 70% платежей, в 2017 76% платежей, в этом году, в 2018, 69,8%. Ну, честно сказать, с учетом, какие старания проводятся, чтобы люди получали воду качественно и своевременно, такой процент платежей, ну, просто не может быть в городе. Огромная просьба платить коммунальные платежи вовремя. Прокомментировал Виталий Смык и ситуацию с нерегулярными, но и нередкими отключениями электроэнергии в разных микрорайонах города. Зачастую бывает даже отключение на полчаса, это, скажем так, можно сказать, аварийные работы, но только малого характера. Допустим, проходит, там нагрузка на сеть пошла и так далее. Оборудование все равно не новое. Сейчас подготовка не только жилого фонда идет, или теплоснабжение, водоснабжение, так же и электроснабжение. Конечно, отключается ТП, проводится ревизия по плану. Есть в каждом месяце свое ТП, которое должно пройти ревизию. К сожалению, массовых замен каких-то линий, да, или, можно сказать, капитальных ремонтов на сегодняшний день нету, скажем так, поддержания просто по электроснабжению, но работы, конечно, ведутся. Виталий Смык сообщил, что впредь о проведении плановых ремонтных работ и отключении в связи с этим абонентов от электроснабжения, энергопоставляющая компания будет своевременно оповещать горожан. В последний случай, это по, скажем так, поселку Октябрьский, да, или микрорайону Октябрьский, можно назвать, о том, что производилась чистка линий. И, насколько знаю, у нас они не предупредили ни прессу, чтобы хотя бы бегущая строка прошла. Работали по чистке своих линий от веток целую рабочую смену. Проработаем этот вопрос обязательно, чтобы они вас тоже оповещали. И еще о плановых ремонтах. 23 и 24 мая в городе будет прекращено движение троллейбусов по четвертому маршруту в связи с ремонтом контактной линии. В Харцизском детском социальном центре готовятся ко дню защиты детей. Воспитанники приюта разучивают стихи и песни, а коллектив учреждения, насколько это в его силах, приводит в порядок несколько обветшавшие фасад здания и внутренние помещения центра. Медленно, но уверенно в Харцизском социальном центре ведется косметический ремонт. Из бюджета денег на эти работы выделяется, мягко говоря, немного. По счастью, приюту регулярно помогают харцизские предприниматели и военные. Ко дню защиты детей спонсоры закупили все необходимое для ремонта фундамента здания и для его облицовки. Уже приведена в порядок половина фасада учреждения. Его покрасили до уровня второго этажа. Для работ на второй верхней половине нужны специалисты с разрешением на высотные работы и, конечно же, дополнительные деньги. В приюте на данный момент ведутся работы штукатурочно-майлерные для того, чтобы привести в соответствие наш фасад здания, который за четыре года ни разу не ремонтировался. В этот ремонт мы вложим только спонсорские средства. Нам хорошо помогают спонсоры с России БМВ-клуб. Очень спасибо, благодарны им. Наши такси «Файтон» Ожибко Юрий. Спасибо за его команду. И батальон «Пятнашка». Большое спасибо им за это. Изменилась атмосфера и в так называемом изоляторе. Здесь временно живут ребята, которые недавно поступили в приют. С ними обязательно работают медики и психологи, которые и делают вывод, готов ли ребенок отправиться в общую группу. В спальне изолятора преобразились стены. В изоляторе мы изменили две комнаты, мы ободрали обои и решили просто покрасить стены и сделать декорацию в виде рисунков, чтобы дети могли чувствовать себя как дома. 1 июня мы ждем всех гостей к себе. Наши двери будут открыты для всех. И наши детки приготовят праздничный концерт. Далее в нашем выпуске очередная сводка происшествий, предоставленная Харцезским городским отделом полиции. За минувшую неделю сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 23 сообщения о преступлениях. В том числе зафиксировано 6 краж, 4 факта незаконного оборота наркотиков. Например, в Зугрессе с перерывом в несколько дней при патрулировании территории правоохранителями за незаконное хранение каннабиса были задержаны двое местных жителей. В дежурную часть городдела полиции поступило также 6 сообщений о причинении телесных повреждений различной степени тяжести. Один из инцидентов произошел в Харцезске в прошлый понедельник. Микрорайон Металургов 22. В одной из квартир этой пятиэтажки 14 мая едва не случилась трагедия. Двое мужчин 45 лет и его 44-летняя знакомая коротали время за бутылкой спиртного. Как нередко бывает в подобных случаях. Выпив лишнего, собутыльники начали выяснять отношения. Дошло до поножовщины. В городскую больницу каретой скорой помощи был доставлен 45-летний мужчина с проникающим ранением брюшной полости. В ходе опроса пострадавшего правоохранители выяснили, что телесные повреждения причинила ему знакомая. Мужчины вместе с фигуранткой распивали спиртное в одной из квартир в микрорайоне Металургов. На почве внезапно возникшей неприязни между ними произошел словесный конфликт. Недолго думая, женщина вытащила из дамской сумочки кухонный нож и нанесла своему приятелю несколько ударов в живот. После чего скрылась с места происшествия и поспешила избавиться от орудия преступления. Нож, правда, выбросила неподалеку от дома. Оперативники по горячим следам установили ее местонахождение и доставили в городской отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что 44-летняя горожанка была ранее осуждена за совершение аналогичного преступления. По информации медиков, потерпевший поступил в больницу 14 мая в начале 10 вечера с проникающим ножевым ранением брюшной полости и печени. Примечательно, что за помощью врачей мужчина обратился только спустя 7 часов после инцидента. Как нам сообщили в хирургическом отделении Харциской ЦГБ, сегодня пострадавший уже идет на поправку. Врачи оценивают его состояние как вполне удовлетворительное и уже к концу недели намерены выписать пациента. По данному факту возбуждено уголовное дело в порядке части 1 статьи 112 Уголовного кодекса ДНР «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Если вы оказались свидетелем чрезвычайного происшествия, какого-нибудь забавного случая или, скажем, хотите привлечь внимание общественности к острой проблеме, берите в руки камеру, включайте на запись мобильный телефон, а отснятый материал отправляйте электронной почтой на адрес нашей телекомпании. Все самое интересное мы обязательно покажем в эфире в рамках нашей новой рубрики с простым названием «Очевидец». Попробовать себя в качестве корреспондента и оператора-очевидца может любой желающий. Главное, чтобы видео, снятое вами на ваши гаджеты, было интересным, необычным, актуальным, достойным внимания зрителей или, например, способным вызвать реакцию власти. Причем все материалы должны тем или иным образом касаться событий, происшествий и курьезов, связанных с городами и поселками Большого Харциска. В нашей новой рубрике мы готовы показывать как замеченные вами коммунальные проблемы, так и ролики с участием забавных животных, необычных природных явлений, попавших в объектив вашей камеры. Весь материал присылайте на электронную почту редакции, адрес которой вы видите на экране. Или звоните нам по телефону. Стационарный 436-75, мобильный 071-314-5387. Остается добавить, что авторы самых интересных видеоматериалов будут отмечены специальными призами нашей телекомпании. Только, пожалуйста, во время съемки не держите свой телефон вертикально. Удачных вам видеокадров и до встречи на канале Товосфера. Товосфера Днем температура воздуха 27 градусов. Влажность 50%. Северо-восточный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью переменная облачность. Температура воздуха понизится 18 градусов. Влажность 75%. Северный ветер 6-8 метров в секунду. Северо-восточный ветер 6-8 метров в секунду.